Пользоваться водой, светом, жить в чистом подъезде и получать другие коммунальные услуги привыкли все. В порядке вещей стало принять ванну, приготовить еду, воспользоваться электроприборами. И законопослушные граждане регулярно платят за все это. Другие же квитанции за ЖКХ попросту игнорируют. Почему так происходит, адекватно ответить не могут даже сами должники. А когда к ним приходят судебные приставы, начинают выдумывать сказки. Ну я оплачу. Тех, кто постоянно не платит за коммунальные услуги, в Ленинском районе около 300 человек. Долг каждого превышает 30 тысяч рублей. У меня прописана сестра, прописана старшая дочь, никто мне не помогает платить за коммуналку, я плачу одна. Они здесь все прописаны. Естественно, у меня когда было, это сейчас я счетчики поставила, у меня уменьшился платеж. А когда они все были прописаны, и сейчас до сих пор, и без счетчиков у меня набегало по 6 тысяч за коммунальные услуги, я была не в состоянии платить такую сумму. Поэтому я набежала за должность. Этой женщине не повезло. Какой бы ни была причина ее долга, который, между прочим, насчитывает 107 тысяч рублей, судебные приставы обязаны были уведомить ее о мерах принудительного взыскания и обязательном скорейшем выполнении требований, описать имущество, находящееся в квартире, и в случае непогашения долга забрать у гражданки все это разнообразие дорогостоящей техники. Дверь не открывает. Дверь не имеет права. Да и судебные приставы пытаются подходить к каждой ситуации с пониманием. Если будет доказано, что на данный момент у человека действительно нет средств погасить за должность, выдается факт о невозможности. Но через полгода приставы все равно снова придут к неполкельщику и потребуют вернуть деньги за ЖКХ. В соответствии с действующим законодательством граждане сами обязаны оплачивать свои долги. Но бывают ситуации, когда граждане могут о них не узнать. Для этого есть наш сайт fssp.ru, где хранится банк данных исполнительных производств по всей территории Российской Федерации. Соответственно, необходимо будет зайти в интернет, набрать fssp.ru и посмотреть себя, в качестве должников имеется за должность или не имеется. Юлия Погася, Владимир Бежонов, Екатерина Чебнышова. Видно.